У всех блогов, главное все девочки у меня занимаются, тренируются, а вот с Олесей так получается, как будто мы с ней только прикалываемся. Вот хочу это исправить, это несправедливо. Посмотрите, какое она спортивное. Поэтому сейчас я буду снимать, как Олеса тренируется. Ой, вот. Этого не было, этого не было вообще, я вам говорю. Ты глянь, что делается. Слушай, послушай, Олесей. Смотри, у нее спина какая-то. Такого никогда не было, у меня того прыща. Я еще не могла напрягать. Я новый способ напрягаю. Да, красиво. Слышишь, что Игоря сказал? Такого еще никогда не было, раньше не было ни одного прыща, ничего себе. Олеса умеет тренироваться, посмотрите, как хорошо. Давай им докажем. Один, хорошо. Два, молодец, достаточно. Есть, семь, восемь. Ну, раз уж начали мы сегодня тренировку снимать. Что мы сегодня тренируем с тобой, скажи им? Мы. Правильно. И пресс. Совершенно верно. Мы делаем с ней подтягивание на бицепс на гравитроне. Один, пять, шесть, семь, восемь. Пятнадцать, молодец. И переключаем усилия на трицепс. Один, два, три, четыре. Пять. Ого, это ж надо. Какая выросла бицушь-то. Лицуша, шварцуха. Пока бицуха отдыхает, мы работаем на пресс. Вы, кстати, как говорите, пресс или пресс? Олесь, ты как говоришь? Пресс. Пресс. Я тоже пресс. А некоторые говорят пресс. Я просто не люблю, как это, секс. Секс. Да, да, да. Надо сказать. А, да, да, да. Спасибо. Это сейчас только что посмотрели. Краткий экскурс по русскому языку, да. Пресс. А как крем или крем? Лизь, ты опять пила, что ли? Я тут все красный. Пятнадцать такие, красиво. У меня нарциссизм, только не саму себя, а других людей. Я всегда восхищаюсь. У меня вот такой, как называется такой нарциссизм, когда восхищаешься другими людьми, а не собой. Восемь. Девять. Лизь, артистичней. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Ты буханка Бородинского хлеба. Половинка. Молодец. Пойдем. Лизь, опять получается, как будто мы только прикалываемся. Давай серьезно. Ты хочешь буханку хлеба? Не знаю, почему. Не можешь изобразить буханку хлеба. Мне тоже, может, неприятно. Блин, что Лиза за мной ходит? Куда я? Туда я, она. Я показываю эти стены. Девушка. Сидите меня, не мне. Все, Лизь, только серьезно. Хочу пержжу. Так, как? Да. И таз прям поближе к самому. Не обещается? Не обещается? Давай. Стоп. Стоп. Прямо неприятно. У меня вот это зачем? Лизь, ты опять скажешь, что мы с тобой несерьезно тренируемся. Мы не забираем. Давай. Один. Семь. Серьезно? Серьезно. Восемь. Давай, шварцуха. На фор. Девять. Молодец. Десять. Со звуком. Одиннадцать. Ключи звук. Три. Девятнадцать. Девятнадцать. Еще, еще делай. Делай. Сейчас у меня. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Я тебе помогу, давай. Девятнадцать. Хорошо, еще. Двадцать. Ой, Лизь, перед пендрами со длиной своих ног, как обычно. Один. Два. Три. Маленький мускат. Четыре. Давай, давай. Давай. Сгорешь, подбодрее, Лизь. Лизь, давай. Молодец, спасибо. Я буду снимать ровно на того момента шесть. Пока ты можешь еще семь. Когда ты уже не сможешь, это не попадет в кадр. Восемь. Четыре. Ну да, четыре. Девять. Все, я не снимаю, Лизь. Походу, как это болит, ты можешь. Здесь. Одиннадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Я бы не могу. Семнадцать. Я вырежу. Восемнадцать. Девятнадцать. Молодец. Да я буду жалеть. Молодец. Давай. Двадцать. Восемь. Молодец. Давай, давай, давай. Двадцать девять. Два раза осталось. Двадцать девять. Последний раз. Молодец. Лизь, вот тебе это удалось. Могу. Я не умею практиковать. Сколько лет тренировалась? Восемнадцать? Восемнадцать. Восемнадцать. Восемнадцать девять тренировалась. Подожди, если тебе сейчас сорок два, то это... Ого. Это нормальный такой опыт. Очень могу. Делайте. Двенадцать. Что за праздник? Тринадцать. Некто грустно, я буду ставить. Четырнадцать. Поближе локти поставить. Пятнадцать. Пятнадцать. А будет пять. Ну, вот так вот аккуратненько. Вот, молодец. Леся, что это такое? Я в дом. Я надеюсь, что ты как будто корову сейчас давила. Я выражу. Восемь. Девять. Ну, что, Леся, наша тренировка закончилась. Ты молодец. Сегодня было... Сейчас надо эффектно уйти. Не бойся, это просто телефон. Нет, ты должна кататься. Леся, ну все, ты молодец. Спасибо тебе за тренировку. И следующая тренировка наша давай, наверное, у нас будет в Таиланде. В Паттайе. Хорошо? Все, договариваемся с тобой уже точно. Приходим. В 14.00 я тебя жду в Таиланде. Приходи в Паттайе. Будем заниматься. Давай, все, пока. Вера мне гостинцев привезла. Кусеньки, вкусеньки. Сейчас посмотрим. Подопечный знает, что дарить тренеру. Никаких вам шоколадок. Никаких вам шоколадок. Спасибо. Мы пошли с Игоряном по делам. Ладно. Пойдем, пойдем. Ладно. В магазин мы пошли. Чего выпендриваться. Какие у нас еще есть дела? Деловой магазин. Деловой магазин, да. Жрать да качаться. Конечно. Уж тупые качки. О, вот это наша машина. А как мне сесть? Хочу машину. Она вот. Вот, сидели мы, сидели дома. Игореша. Давай заедем, посмотрим коньки. Говорит, давай поедем в Ашанку, купим коньки. Поедем на каток кататься в Сокольнике. Так что мы сейчас будем покупать мне коньки. Какие возможно купить в Ашане. Нет, они нормальные. Нормальные? И поедем на каток. Мам, привет. Мои коньки там где лежат дома? Ты знаешь, да, где они? Достань, я сейчас приеду, заберу с тобой. Мне кажется, поменьше. Вот, варежки. Ну что, Люк, нашла варежки? Вот, варежки. Конечки, я смотрю, да? Конечки. Носочки. Боишь кататься, да? Да. Умеешь? Сейчас посмотрим. Ты-то сам умеешь кататься. Ну, я тоже смотрю. Ты принимай талант. Что, после этого хорошо катаешься? Нет. Я просто умею. Сейчас мы еще заберем игорешины конечки из печатников. Да? Я же не одна буду кататься. Это круче, чем сноуборд. Если выбирать между ничьем и коньками. Ну да. Сравнивать со сноубордом. Да нет. Не, я хотела давно ночью. Я не очень люблю сангели катки. Катки, коньки. Ну так, чтобы зиму тоже полностью. Чтобы хлебнуть зимы по полной, да? Черкануть по катку можем. Черкануть, да. Ты хорошо катаешься? Я не знаю, я уже даже лет пять не ездил. Молодец, да смотрю. Я в детстве давно ездила, дедушка. Ну и так еще пару раз там выбиралась. Ну игореша дома. Сейчас снимаешь богатые обои с ним. На его родине. Медали с ним там. Вот. Димка с вами забрался. Вот богатые обои. Медали. Медаль разобрали. Вот какая хорошая одна медаль. Эликс, видимся. Вот так мы у него дома. Мы здесь жили летом. Игорян мне сейчас дал свою одежду. Вот такой свитерок. Хороший, кстати, красивый. Чтоб не замерзнуть на катке. Вот такие вот кальсончики мне дали. Интересные. Прям такие мужские. Брутальные, прям суровые мужские. Вот чисто мужской такой. Элемент одежды. Сейчас будем мерить. Порылась у него в шкафу. Такая кофта прикольная. Для меня. Чего он ее не носит, интересно? Надо спросить. Вот. Прям как на меня шито. Чего ты не носишь ее? Ну вот, такой полярничек будет. Нормально. Надеть носки. Утепленные. Так, один готов. Я уже одела две пары. Я одела. О, молодец. Как она сказала. На мне двое штанов. Одни из которых горюшины. И это тормобелье. Все, мы готовы. Смотри, 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 как красиво там. Красота-то какая. Красота-то какая. О, как богатыми огнями влястится. Сокольники. Сокольники. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ну-ка, пойдем посмотрим. Здесь они кататься? Ну, там где лед, здесь льда вроде бы нет. Ага. Гореш, ну что там? Я уже все. Я буду. Приятные. Ла-ла-ла. Я уже в погоду. Сейчас я буду. Так, здесь, конечно, круто, но народу очень много. Надо ехать очень аккуратно. И каток такой. Не особо очищенный каток, но прикольно. Покажи, как здесь все сидяет. Ура! Я еду сама. Давай, я сейчас показываю, как к конкуристу горят. Да, я его гожу. Льва! Льва! Ух! Знаешь, сколько у меня? А-а-а! А-а-а! Вот такая вот штука. Льва! Льва! Скажи, как ты идешь, сгоняйся. Сгоняйся. Давай, вот! Вот это скорость, Льва, давай! Молодец! Нифига ты гоняешь. А я слышал, здесь где-то еще есть зеркало для селфи, прям на улице. Давай его найдем. Давай найдем. А там, видел костер есть, чтобы погреться? Да, видел. Ура! А вон там прикольно, смотри. Туда давай попробуем. Клево, да, мы с фонтана решили? Просто пошли за продуктами. Это мы и расскажем дома, как-то произошло. Увидели коньки и купили. И пошли с вами кататься. Да, сейчас мы... Покажи, что мы тут олеем. Все желающие на занятия по шапке. Ой, а здесь уже не понятно, да? Здесь же не лед. Нет, вот здесь лед. Пойдем. Ну да. Национальное зеркало для селфи. Вот оно. Сними. Да. Давай сфоткаемся. Все, мы пришли с катка. Покатались, конечно, офигенно. Жалко, что села батарейка, потому что не удалось снять, как я там делала. Такие вообще просто кульбиты. Я делала сальто назад. Просто всех там обгоняла. Я не упала ни разу. Ездила как супер-мега-профессионал. Вообще всех это... Все, почистила нашинку, блядь. Чурик, как? Нога нормально? Не болит? Да, нога. Ну, ты когда врезалась, там всех позбивала. Как корову на льду. Больше тебя брать не буду с собой. А когда умеешь кататься? Надоело тебе, блин, поднимать. 8 раз, блин, упала, блин. 8 раз мне приходилось тебя тащить, блин, на себе твой вес. Игорь! Кровяка. Передача заканчивается. Покатались вдоволь. Мы сделали, наверное, кругов, не знаю, 10. Идем назад к машине, полузамерзшую, сесть, быстрее поехать домой. И, значит, Игорян нажимает на кнопку сигнализации, а батарейка сигнализации села. И мы не можем попасть в машину. И, соответственно, и поехать мы никуда не можем. Ну, а что делать? Создали быстро свою батарейку портативную. Изобрели. Шутка. Что мы сделали, Гараш? Мы раз мы скрыли брелок, достали батарейку, начали, да. Теплым воздухом. Не вот так, холодным, а вот так. Теплым. Теплым. Короче, задышали ее и заработало, слава богу. Как тебе впечатление от Кат-Калю? Ну, ништяк, вообще очень клево. Самое, блин, самое крутое в этом всем, что это все спонтанно. Вообще здорово, там такая атмосфера очень крутая. Такие ваганьки, как это называется. Всякие там, такие лампочки там всякие светящиеся. Вместо чипсов сели, взяли батюшку, покажи. Сели, поели. И пошла жара. Идиот.